Это все можно было предугадать. Если бы нормальные опекуны были, если бы нормальный председатель был ЖСК. Соседка сверху понесла серьезный ущерб от пожара. У нее обгорели окна и кондиционер. Женщина считает, что погорельцы спаивали знакомые. Именно поэтому все привело к таким печальным последствиям. Вам нужна квартира? Вот будьте добры, отработайте ее, если в эту квартиру. А не я должна отрабатывать. У меня там все в гаре. Все сгорел кондиционер, окна все сгорели. Я почему должна? Из-за того, что так... Неправда, говорите-то. Вы замолчите вообще мне. Там гора водки дешевая валяется вот под окнами. Пожар вспыхнул сегодня утром в многоэтажке на улице Фучика. Как рассказали очевидцы, на кухне загорелись занавески, расположенные в опасной близости к газовой плите. Хозяин же несколько дней находился в запое и никак не реагировал на происходящее. Прохожие, ребята шли какие-то и увидели дым огромный из окна. Вот они позвонили, сюда заскочили, вытащили его, значит, вот эти ребята. Ну и, естественно, вызвали пожарную, скорую. С признаками отравления продуктами горения 50-летнего мужчину доставили в седьмую городскую больницу. Накомый Погорельца рассказал, что хозяин жилища выпивал, но старался встать на путь исправления. Он один жил, потом он сказал, я схожу со старой женой, завожу ребенка, там из детдома забираю, и говорит, буду нормальный образ жизни вести. И вот, пожалуйста, сейчас. Теперь плана мужчины в ближайшее время точно не удастся сбыться. Ему придется восстановить квартиру и, возможно, отвечать перед соседями за испорченное во время пожара и тушение имущества. Продолжение следует...